Только в Брестской области более 8 тысяч человек, в числе которых почти 6 тысяч женщин, ежедневно дарят окружающим не только хорошее настроение, но и помогают сохранить историю для будущего поколения. А потому, как отметил глава области Юрий Шулейко, работники этой сферы у него в особом почете. В списке тех, кто получил грамоты и благодарственные письма от областного исполнительного комитета за добросовестный труд и высокий профессионализм. 16 фамилий. Действительно, вы сегодня те люди, которые особо талантливы, особо одаренные. Это те люди, которые умеют сегодня петь, читать стихи, писать музыку, глубоко изучать историю, свое прошлое, настоящее и быть праводарем культуры, культуры нашего народа, культуры нашей Брещины, такой своеобразной, разносторонней. Я всегда требователь к тому, чтобы наши постановки, наши концерты, наши выставки, наши мероприятия, наши объекты социально-культурного назначения были лучшими. Одним из таких лучших признан народный ансамбль песни и танца «Полесские зори». А его руководитель, начинавший свой путь более 20 лет назад с простого аккомпаниатора, сегодня получил долгожданную и поистине заслуженную награду. Очень приятно получать такие награды и в первую очередь хотел бы поблагодарить свой любимый коллектив, тех людей, которые делают все, чтобы культура нашей Брестской области была на очень высоком уровне. Коллективу на сегодняшний день 46 лет, насчитывает 50 участников, все творческие, задорные, целеустремленные люди. Примером настоящей целеустремленности является и солистка военного духового оркестра 38-й десантно-штурмовой бригады Елена Надольская. Она активная участница всех мероприятий, проводимых в области, была включена в состав творческой делегации Брещины, представляющей наш регион Пензия. Для меня сегодня большая честь присутствовать в этом торжественном месте, в этом зале и получить из рук губернатора, это моя первая награда. Безусловно, меня переполняют положительные эмоции и в преддверии праздника Дня работника культуры мне хотелось бы поздравить всех, причастных к этому празднику, пожелать всем, конечно, крепкого здоровья, творческих успехов, никогда не останавливаться на достигнутом, развиваться самостоятельно, помогать нашей нынешней молодежи, ну и всех благ. В свою очередь, виновники торжества, лучшие представители творческих профессий не оставили без памятного сувенира и главу области, посчитав, что как грамотный руководитель, он просто обязан иметь дирижерскую палочку.